Здравствуйте! Термин десятый из понятий и терминов в астрономии. Вертикаль. Вертикаль. По-другому еще также круг высот. Также вертикальный круг. Вертикаль это большой круг небесной сферы, проходящий через зенит и надир. И перпендикулярен к горизонту. В круг, проходящий через полюсы мира, вертикальный круг, проходящий через полюсы мира, называется меридианом. В круг, вертикальный круг, перпендикулярный к меридиану, называется первым вертикалом. Но вертикаль, она противоположное значение, или антоним, слову горизонталь. Вертикаль это линия, параллельная направлению, вверх-вниз, в выбранной точке. За направление вниз, именуется надир, принимают направление силы тяжести, то есть ускорение свободного падения. А за направление вверх, противоположное силе тяжести, обозначается термином зенит. Вертикальная же плоскость, это плоскость, которая параллельна вертикали. Горизонтальная плоскость или линия, это плоскость или линия перпендикулярной вертикали и параллельная плоскости астрономического горизонта в выбранной точке. В практической деятельности вертикальность или горизонтальность определяется при помощи таких приборов, как уровень, угломер, отвес, теодолит. Ну самое в быту, в бытовое, в бытовой такой прибор это уровень. Исторические понятия вертикали и горизонтали, а также соответствующие им плоскости, возникли в процессе геометризации и координатизации человеком окружающей земной поверхности. Отвес известен человеку и человечеству с самых древних времен. Он представляет собой приспособление, состоящее из тонкой нити и груза на ее конце. Для чего отвес необходим? Он позволяет судить о правильном вертикальном положении и оно служит для вертикальной юстировки. Под действием силы тяжести нить принимает постоянное направление, то есть отвес, отвесную линию. Использование отвеса возникло в Египте при построении зданий. Найденный отвес обремонт конца третьей династии. Египтяне изобрели инструмент, напоминающий букву Е, от которого отвесная линия была подвешена к верхней и внешней части Е. Проверка на вертикальность поверхности достигается путем прикладывания к ней отвеса. Положение поверхности вертикально, если нить прикасается к нему, то есть прикасается к низнему выступу отвеса, оставаясь при этом ровной. Как ни странно, этот полезный инструмент был забыт на многие века и вновь появился только в 20-м столетии. В эллинистический период совокупность знаний о землемерии разделилась на геометрию и геодезию, которые впоследствии дали жизнь многообразным прикладным теоретическим наукам, которые существуют и в наши дни. Следующий термин «восход», который мы на следующем коротком занятии с вами рассмотрим. До свидания!